Салат Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии, школа номер 10, города Кировска. И сегодня мы сажаем салат. Именно сажаем рассады, как в прошлом ролике сажали свеклу. Салат я рисую. Сеем на балконах, на лоджиях, в теплицах. Укрываем нетканным укрывным материалом. Вот в таких ложках. Конечно, после того, как он зайдет, лучше его распекировать. То есть, каждое растение рассадить в отдельные емкости или на большие расстояния. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому можно просто подождать, пока подрастет школка. Школка – это, собственно, вот то, что выросло в этих ложках. Но, в отличие от свеклы, салат надо сеять чуть позже, в мае месяце, в первых числах. Это скоростепелая культура. И урожай мы получим раньше. Если салат пикировали и растения получились крупными, то на грядке мы делаем лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга. Ну а если растения вот такие небольшие, то лунки делать не надо. Просто достаточно чуть-чуть пальцами сделать углубление, опустить туда растения и прижать землей. Так же поступить со следующим. Если попалось 2 или 3 растения, и это листовой салат, не страшно. Потом вы лишние растения можете удалить. А можете и не удалять. Просто они будут поменьше. Через 15-20 см сажаем следующую. Итак, мы поступаем со всеми растениями, пока не засадим всю нашу грядку. Салат высадили. Теперь его обязательно надо полить. Хорошо высаживать растения в пасмурный день. И хорошо, если потом пойдет дождик. Моросящий дождик. Ну, погоду не выбирают. У нас сейчас есть небольшой дождик, но этого недостаточно. Поэтому мы все равно поливаем. После того, как все высадили, наши посадки можно накрыть нетканным укрывным материалом. Конечно, белым. Поставить дуги и натянуть сверху ткань. В принципе, этого можно не делать. Но под укрывным материалом создается особый микроклимат. Плюс он помогает сохранять влагу. Меньше надо будет поливать. Через несколько дней его можно будет снять и посмотреть, что получилось. Обязательно хорошо закрепите на дугах укрывной материал и края придавите чем-нибудь тяжелым. Иначе его может снести ветром. Итак, салат мы посадили. В следующем ролике, как составить план посева или посадок. Вообще-то с этого надо было начинать. Но лучше позже, чем никогда. А на этом я с вами прощаюсь. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите внизу комментарии. Подписывайтесь. До новых встреч.